Через полчаса наступит новый год. По опустевшим улицам спешит домой парочка с полными пакетами продуктов. Они натыкаются на блюющего пьяного. И тут муж кричит на жену. Вот видишь, люди уже веселятся. А у тебя все в последнюю минуту. Бонит мужик в компьютерную контору и говорит. С моим компьютером проблемы, он не включается. В ответ слышит, как не включается. Мужик продолжает. Да пишет все время. Вставьте дискету, вставьте дискету. В трубке задумались и уточняют. А вы вставляли? Мужик, нет, как-то не догадался. Скачет Илья Муромец по пустыне. Устал. Силы на исходе. Видит вдали оазис вода и еда. И там же змей Горыныч. Илья Муромец достал свой меч и в бой с змей Горынычем. Бьется день и ночь с ним в жестоком бою. На третий день змей Горыныч спрашивает у богатыря. Да что ж тебе надо от меня? Богатырь отвечает. Да пить я хочу. Змей продолжает. Да пей, зачем драться лезешь? Идет девушка, смотрит. Мужик ставит столб и лезет на него. Упадет, снова ставит и лезет. Девушка его спрашивает. Ты что делаешь? Мужик отвечает. Высоту столба измеряю. Девушка продолжает. Так ты положи его и измерь. Мужик задумался и говорит. Так это, длина будет, а мне высота нужна. На курсах по обольщению мужчин лектор говорит. Сегодня мы поговорим о кружевном белье. Из толпы слышат вопрос. А если нет денег на кружевное? Лектор задумался и отвечает. Тогда берем обычные трусы. Складываем в пятеро. Берем ножницы. А теперь вспоминаем, как делали в детстве снежинки из бумаги. Сидят два мужика и пилят бомбу. Мимогеолог идет. Увидел и кричит. Идиоты. Она же взорвется. Те посмотрели на него и отвечают. Ничего, у нас еще одна есть. Привел мужик дружбанов домой. Выпивка есть, а закуски ноль. Достали рыбок с аквариума, зажарили и сожрали. Вечером приходит жена с работы, смотрит в аквариум, а он-то пустой. Жена начала орать. Где рыбки, сволочь? Мужик отвечает. Ясное дело где? Спроси у кота. Схватила жена веник и отлупила кота, почем зря. Тот страшно обиделся. Стащил с соседского балкона лифчик и аккуратно засунул его в хозяйскую кровать. Вечером жена расстилает постель, а там. Взяла скалку и давая мужика охаживать и кричит. Урод. Паразит. Скотина. Мужик ничего не понимает. Ничего не знаю. Это не я. Жена продолжает. А кто, гад? Кот что ли? Встретились два друга. Первый спрашивает. Ты почему до сих пор не женился? Второй отвечает. Да привожу домой девушек. Матери не нравится. Первый продолжает. Приведи похожую на мать. Второй. Привел. Так Бетя начал материться. В ресторане официант спрашивает. Вам в чай сколько кусочков сахара положить? Посетитель отвечает. Десять. Только не размешивайте, я сладкий не люблю. Светочка очень хотела на 1 сентября звонить в звоночек. Но ее не взяли, то ли потому что толстенькая, то ли потому что ей 42 годика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова